На месте снесенного флигеля усадьбы Хохряковых на Валдарского, 125, могут построить коттедж. Такую информацию опубликовали в соцсетях. Сейчас на месте бывшей мастерской художника никаких построек, лишь пустое место за порушенное снегом. Территория ограждена забором, а согласно проекту здесь может появиться современный трехэтажный коттедж за стекленным фасадом. Причем здание будет вплотную примыкать к музею. Напомню, мастерскую вязкого художника снесли еще в 2015 году, несмотря на то, что постройка находилась в границах зон охраны объектов культурного наследия регионального значения. В результате собственник был оштрафован на 100 тысяч рублей. Об исторической архитектуре мы решили поговорить с историком, главным специалистом отдела использования архивных документов Государственного архива Кировской области Алексеем Леонтьевым. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Алексей, для вас является неожиданностью, что может появиться новое здание на месте бывшей усадьбы Хохряковых? Ну, некоторая доля неожиданности, конечно, была, но, тем не менее, новость данную видел уже в интернете, ознакомился с ней. Но это логичный процесс, да, как правило, для города Кирова? Для города Кирова, я не сказал бы, что это логичный процесс, потому что есть примеры обратного, скажем так, обратные примеры, которые позволяют судить, что у нас памятники в том числе и сохраняются. Просто здесь не повезло данному памятнику. А вот насколько был значим этот флигель для города с точки зрения архитектуры, истории? С точки зрения архитектуры, конечно, он не являлся чем-то выдающимся, но, тем не менее, с точки зрения истории, это был памятник художнику Хохрякову, можно сказать. Его была там студия, он там писал свои картины, скажем так, и это была его мастерская, по сути. Вот хочу спросить у вас, как у специалиста, сколько зданий подобных мы уже потеряли, ценных с точки зрения архитектуры, истории? Ну, с точки зрения архитектуры, конечно, были утрачены здания, храмовые постройки, которые были безвозвратно, многие утрачены, в общем-то, без возможности восстановления, поскольку на их месте сейчас другие постройки стоят. Были, конечно, здания утрачены и гражданские, то есть каких-то купцов, мещан, в том числе и дом Рудобельского, агронома и, в общем-то, секционера. Значит, то есть он, в общем-то, был достаточно красивый дом на улице Валдарского, в начале улицы Валдарского, с резьбой, с верандами, с балкончиками. Но его, к сожалению, теперь уже мы не увидим, только на фотографиях. Ну, мы подобрали свой список утерянных объектов, предлагаю сейчас посмотреть. В июне 16-го года, вот, к примеру, снесли дом Якова Прозорова, напомню, находился он по адресу Ленина, 117, купеческое здание 19-го века, в котором проживали люди, признали аварийным, жителей расселили. Пострадал и дом на Преображенской, 18-й, вместо здания с 200-летней историей, кировщане наблюдали лишь синий забор. Владел домом священник Василий Хлопин. Впоследствии дом принадлежал другому священнику. В начале 20-го века там размещалось благотворительное учреждение в Ядской епархии. В августе того же года пострадало еще одно историческое здание, дом Лаптева с уникальной лепниной грузинского художника. Располагалось оно по адресу Красноармейская, 30. В январе 1917 года ничего не осталось от усадьбы крестьянина Козьмы Клистова. Здание, которому было больше сотни лет, находилось по адресу Молодой гвардии, 36. Строение входило в список объектов, которые обладали признаками культурного наследия. На мой взгляд, достаточно внушительный список. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы сохранить эти здания? Почему они так вот бесследно исчезают у нас? То есть они даже какие-то попытки не предпринимаются, чтобы сохранить? В советское время, советская архитектура, она исходила из посылов целесообразности. То есть, если здание целесообразно было сохранить и было это возможно, его по возможности сохраняли. Сейчас другие подходы, сейчас другой общественный строй в том числе. А кто должен сегодня сохранять эти здания, на ваш взгляд? Нет, ну здания должны сохраняться, они должны сохраняться коллективно. Это ведь должно и в наше общество, общественные какие-то институты, активные граждане. То есть, это должно проявляться интерес самого общества к памятникам. В том числе на страницах в интернете можно часто увидеть такие комментарии, когда тот или иной памятник сносится. И, в общем-то, это не вызывает никакого отклика у населения. Или вызывает негативный отклик, то есть, что сносят, так и должно быть. Ну вот, к слову, мы провели свой опрос в нашей группе 9КТВ Киров ВКонтакте. Спросили, что делать с историческими зданиями, которые находятся в плохом состоянии. Подавляющее большинство считает, что нужно ремонтировать за счет инвесторов. 54%, 31% считают, что ремонтировать нужно за счет бюджета. 14% считают, что сносить эти дома нужно, а на их месте строить необходимо новые дома. Вот такой расклад. У вас есть какие-то фотографии-то, вы пришли, да? Да, ну, я вот принес фотографии. Пример того, что было. Можете показать? Конечно. Того, что было и того, что стало. Так вот, например, здание магазина братьев Сунцовых. Вот это был. А вот купец Клобуков, он построил свой магазин. И можно увидеть, как, в общем-то, в старину, в старое время, тоже ломали старые дома и, в общем-то, строили на их месте новые. Как видите, хуже не стало. Ну, да, тут не стало хуже. Так, а следующее? Второй пример. Это уже из нынешнего времени. Дом архитектора Витберга, так называемый. То, что было, мы можем видеть. И то, что стало. То есть, как мы видим, ну, в общем-то, дом зажил второй жизнью. Пример еще один. Дом офицера. Дом офицера совершенно недавний. Вот буквально вот этой зимой его отреставрировали. То, что мы видим, видели еще прошлой осенью, и то, что мы видим сейчас. Как бы две большие разницы. Далее, вот дом Иуды Калошина. То есть, 18 века постройки. То, что вот он выглядел так, и так, как его отреставрировали в наше время. То есть, он явно хуже не стал выглядеть. И тем не менее, он вдобавок ко всему еще и функционирует. Дом на улице по адресу Герцена 1. Значит, то, что было еще совсем недавно, и то, что стало. То есть, восстановление, он восстановлен был практически полностью в первозданном виде. Дом на улице Орловской 15. То, что было, он был жилой, растерен, и вот отреставрирован, и он обрел такой вид. То есть, примеров достаточно много, которые позволяют судить, что у нас в городе к зданиям старинным отношения достаточно, скажем так, трепетные, поскольку они восстанавливаются. Многие восстановлены за счет только частных инвесторов. Многие где-то осуществляло помощь государство. То есть, нельзя говорить, что кто-то один имел какую-то решающую роль. Ну и, конечно же, важно еще понимать, что это дело общества в том числе. Не просто власти, инвесторов, но это дело и общества в первую очередь. Вы можете назвать здания, которые сейчас крайне нуждаются в реставрации, которые необходимо в ближайшее время ремонтировать, иначе мы потеряем их тоже? Да, есть такие здания. Например, здания с лепниной грузинского художника-декоратора Джумухадзе. Они у нас находятся на улице Герцена в глубине квартала, пересечении улицы Свободы и Герцена в глубине квартала. Значит, там есть вот такой интересный домик с лепниной. Он в аварийном состоянии, он не каменный, он деревянный, и лепнина поверх дерева сделана. И эта лепнина, она просто-напросто крошится, и, соответственно, дом приходит в негодность. Его тоже, вероятно, скоро расселят. И снесут. И, возможно, может быть, что-то с ним случится, но будем надеяться, что ничего с ним не случится плохого, что его отреставрируют. Так же, как, в принципе, было же дано заверение, что отреставрируют так называемый китайский домик с лепниной, который находится на улице Володарского и Орловской на перекрестке. Будем надеяться, что так и будет. Спасибо, Алексей, что пришли и ответили на наши вопросы.